Без попереджения и усяляких документов. Жыхарка в улице советских пограничников, что у областных центра, нижакана для себя позбавилася половы древа. Грызкий орех на подворку жанчины рос на протягу 20-ти год и у один момент стал для когостей перешкодой. Кто примал решение облесе древа на приватном подворку и чему высечка пройшла без уделу господине, отказа у на этой питании по кульням. Наша здымашняя группа побывала на месте. До этого грецкого ореха у семьи майковских особливое ставление. Посадженное на своем подворку еще 20 год тому, древа справно плантанасила и одоровала урожаем килограммами. Дерево наше посаджено уже давно, еще садила моя мама. Примерный возраст по 20 лет. Росло на себе. Детки любили. Сами знаете, грецкий орех в центре города. Йод, щитовидка сейчас при нашей экологии. А уничтожили. Тут, тем более, детский садик, детки ходят. Всегда орехи падали, поднимали. Даже старики с палочками шли. Даже палочку держась, и то орешек поднимет. Не пройдет мимо. Всегда поднимут орех. И больше такого урожаю не будет. Бо с ранку, вертающийся до МОУ с працовной змены, господа не убачила шокирующую ситуацию. Ее древа сякают некие люди у спецаденни. Когда на мой вопрос я спросила, какое имели право мое дерево, в моем же подворке спилить без разрешения, они ответили все вопросы к инженеру. Взяли на строй. Все. Поэтому быстренько ветки остатки забрали и уехали. Оставили эти спилы. Непонятно как, что сейчас с ними делать. В общем, работу свою на пол. Их бросили, убежали. Звороты жанчины до мягчимых отказных за учиненное свободство не имели плену. И у здарений поколь застаются только пытания, кто и чему. Инженер отвечает, по закону 5 метров от забора дерево не должно расти. Но в итоге, получается, надо было пилить все мои туи, деревья, все остальное. И почему именно это дерево, и почему не остальные, и почему не только я. Разобраться у ситуации поспробовала и наша здымошная группа. Однако у ведовочных отказных за спиловывание грецкого ореха офицейных комментариев отримать не удалось. Мауляу, никто тут и ни при чем. У свою чергу, шукаючи справедливости, господиня написала заяву у милицию и администрацию Кастрышинского района Гродно.